Продолжение следует... Министерством экономики труда Российской Федерации выделен топ-50 приоритетных профессий, которые будут развиваться в России на протяжении ближайших 3-5 лет. И на основании этого разрабатываются стандарты нового поколения, так называемые ГОС-50, которые вступают в силу, уже утверждены в конце октября 2016 года. А с сентября 2017 года начнется подготовка по этим стандартам. В связи с этим проводится очень большая работа. На территории России открыто 8 межрегиональных координационных центров, которые не только разрабатывают программное обеспечение по ГОС-50, но и готовят базу как преподавательского состава, так и материальную базу для повышения качества подготовки специалистов и выхода на мировые стандарты. Дело в том, что стандарт, так называемый ГОС-50, он призван к тому, чтобы приблизить подготовку специалистов России к стандартам мирового уровня. И одним из направлений, которые способствуют этому, это направление вступления к России, в том числе и в Ленинградской области, в конкурсное движение, в конкурсы профессионального мастерства «Молодые профессионалы Волскинс Раша». Россия отступила не так давно, но тем не менее набирает темп в развитии этого направления. И одной из целей этого конкурсного движения является повышение престижа рабочих профессий и повышение качества подготовки специалистов. Это начинается прежде всего с модернизации материальной базы образовательных организаций, с приобщения работодателей и к профессиональной подготовке, и к оцениванию качества подготовки специалистов. Ну и, конечно же, это открывает новые перспективы перед молодыми специалистами, которые уже на стадии обучения получают такие навыки, такой уровень сформированности профессиональных компетенций, который позволяет им не только выполнять деятельность на высоком уровне, но еще и соревноваться по данным профессиям, по данным компетенциям с своими коллегами из других регионов, из других стран. Ленинградская область также вступила в это движение. В феврале 2016 года в Ленинградской области открыт региональный координационный центр по движению молодых профессионалов WorldSkills, который координирует работу по всем направлениям конкурсных соревнований. Также комитет общего профессионального образования весной 2016 года организовал на базе образовательных организаций в Ленинградской области специализированный центр компетенций, который является, с одной стороны, базами для наращивания материально-технической базы, с другой стороны, центрами для подготовки участников в конкурсном движении и для того, чтобы эффективно и успешно внедрять стандарты нового поколения по ТОП-50. По показателям, которые мы должны выполнить в 2020 году, 50% специальностей среднего профессионального образования должны перейти на стандарты по ГОСу нового поколения, ТОП-50 этих специальностей. Ленинградская область тоже достаточно активно в это вступила. И с сентября 2017 года уже более 20 образовательных организаций среднего профессионального образования Ленинградской области собираются работать уже по этому направлению. Это повысит уровень подготовки, это приблизит к нам работодателей и, безусловно, поможет определиться нам с теми требованиями, которые выдвигают профессиональные стандарты по всем специальностям и профессиям, которые существуют в Ленинградской области. Это повышает и потенциал Ленинградской области, как экономического региона, и способствует вхождению молодых специалистов в профессию, нахождению им рабочего места и повышению качества. Жизни на территории всей Ленинградской области. Каждый регион выбирает для себя сам, какие специальности и профессии будут приоритетными для развития именно этого региона. В Ленинградской области приоритетными призваны 15 профессий, 15 специальностей, по которым ведется подготовка к соревнованиям по стандартам WorldSkills и по которым организованы специализированные центры компетенций. Весной 2017 года в феврале пройдет открытый чемпионат Ленинградской области по стандартам WorldSkills по 15 специальностям. Плюс Ленинградская область начинает входить в такое направление движения WorldSkills, как JuniorSkills. Это ранняя профориентация детей, школьников к будущей профессии, к будущим специальностям. И в рамках открытого чемпионата Ленинградской области молодые профессионалы WorldSkills пройдет соревнование по двум компетенциям JuniorSkills. Для сравнения, в Ленинграде в Санкт-Петербурге на чемпионате, который прошел совсем недавно, в октябре 2016 года, JuniorSkills было представлено как 13 компетенций. То есть мы, конечно, отстаем, но тем не менее пытаемся наверстать и идти вперед по такому направлению, как ранняя профориентация детей, школьников и организация соревновательного движения JuniorSkills. Еще одно направление, в которое Россия вступила также в рамках движения молодых профессионалов WorldSkills, это Обилимпикс. Это соревнование по профессиям для людей с особыми образовательными возможностями, для людей-инвалидов. Это направление тоже развивается в России последние два года. И Ленинградская область совсем недавно провела в Мичуринске такой чемпионат по компетенции повар. Прошли первые соревнования по стандартным WorldSkills для людей с ОВЗ, с особыми возможностями здоровья. Это тоже интересный опыт, который позволяет расширить границы профессионального мастерства и привлечь к конкурсному движению и к повышению качества профессиональной подготовки людей с различными интересами, возможностями, потребностями. Главное, чтобы они были профессионалами своего дела, любили свою работу и качественно работали в том направлении, которое они выбрали для себя.